Всем привет! Сегодня сразу несколько новинок от гонконгского часового гиганта Solar Time. Компания была, кстати, основана в 1977 году и занимается часами, ювелиркой и драгметаллами. Ей принадлежат микробренды Spinnaker, Avi8, Nubeo, Dufo и Earnshow. А также сегодня я вам покажу неизвестный ранее на нашем рынке японский микробренд Tux. Ну, давайте рассмотрим все эти новинки, тем более они все разных стилей. И спасибо BestWatch, дали возможность вам показать новинки. Цены указываю все на момент записи видео, а все ссылки в описании к этому ролику, конечно же, будут. Ну и первая новиночка, которую я хочу показать, это как раз-таки японский микробренд Tux. Слушайте, и... Ого, там это все такое тяжелое. И это деревянная коробочка и выглядит, ну, прям по-японски. Они любят заморачиваться упаковкой, что-нибудь такое вот в старом японском стиле. Блин, прикольно. Никогда даже не слышал про этот микробренд, так что будем сейчас вместе с вами знакомиться. Так, что это тут? У нас тут такие плашечки везде. Мануальчик такой маленький. Ух ты, на QR-коде. Современно и экологично. Здесь сразу для замены ремешков, я так понимаю, да? И сразу какие-то у нас инструментики в комплекте. Какие-то актверточки уже. А это что? Это часы? Ого! Ого! О, они тяжелые такие. Блин, офигенно! Какая упаковка классная. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ого! Да это прям фотоаппарат! Блин, прикольно вообще. Так, это в сторонку. Давайте, ага. А, о, вот что здесь. Здесь богатый комплект. Сразу идет и браслетик в комплекте, да? Черного цвета с покрытием. И ремешочек. Ремешочек. Ну, давайте попробуем ремешок как раз-таки наденем на эти часы. И посмотрим уже, что к чему. Браслет пока тогда в сторонку отложу. Ну, упаковка круто, и комплект мне очень понравился. Это, конечно, прям максимально солидно, я вам скажу. Так, а я пока часы буду собирать. Ну, как говорится, и так, и такс, да? И у нас такой интересный микробренд из Японии, который сразу навевает нам старые добрые фотоаппараты, которые многие уже подзабыли. А здесь прям это все реализовано. Ух ты, здесь объективчик, корпус, все стальное. Тут, кстати, с черным покрытием. Очень красиво. Надписи на объективе. Здесь диафрагму задаем, да? Все. Офигенно. Фокусное расстояние. Что там еще можно задать на этих часах? 21 600 полуколебаний в час. Здесь заодно написано заводная головка. Как будто бы, да, сейчас будем щелкать, делать снимки. Блин, офигенно. Так с AVL 2 называются эти часы. И, ну да, как я уже сказал, японский микробренд. Много интересных моделей. И, конечно, креативы здесь хоть отбавляю. Вот знаете, иногда вот хочется, хочется чего-то такого нового. А ведь большие бренды, они практически не дают ничего такого действительно креативного, прорывного и прям совсем неожиданного. И прям совсем вот такого микробрендового, когда это именно для очень небольших групп покупателей. Но те, которые ценят, как раз вот что-то такое необычное максимально. И это прям максимальная бомба. Вот я ничего подобного в принципе не видел. И главное, знаете, здесь реализовано классно. То есть, они хотели сделать фотоаппарат, и они его прям сделали. Ну, здесь у нас сталь плюс покрытие. 100 метров водозащиты, кстати говоря, для фотоаппарата прекрасно. Сапфировое стекло. Антиблик есть. Японский механизм Miota, да, с автоподзаводом. Прозрачная задняя крышка. Ну, симпатично реализовали, кстати, заднюю крышку на винтах. А здесь как будто бы такой вот. Здесь то, что все из металла сделано, но как будто задняя крышка такого фотоаппарата, такая матовая. Слушайте, ну это круто. Вот именно в черном таком варианте. Там есть разные варианты, но вот в черном мне нравится с IP-покрытием. И посмотрите, какой сложный корпус. Да, то есть у нас вот такой здесь получается рант внутри. Он абсолютно глубокий. И ты чувствуешь этот самый объектив, потому что раз, два, да там куча этих уровней. Потом линза идет, кстати, которая увеличивает, мне кажется, да, здесь линза есть. Увеличивает этот эффект глубины, объема. Линзу создает как раз как для объектива. И внутри еще у нас такой квадратненький фотоаппарат получается. И там еще частично скелетонированные миота и стрелки, которые особо даже в глаза не бросаются. Ну это, кстати, все-таки часы. И здесь есть время часовая, минутная, секундная стрелки есть. Конечно, время определять здесь достаточно сложно. Оно такое номинальное, да. То есть мы сейчас видим, что где-то здесь, ну, без десяти час скоро будет. Но, блин, у кого были такие фотоаппараты и пленочные, и там дорогие, у меня бывали. И, да, эффект, конечно, просто потрясающий. Ну, здесь 10 из 10 за дизайн, за идею, за реализацию, за качество, за материалы. Обалдеть, если честно, обалдеть. Просто креатив здесь, ну, зашкаливает. Вот такие микробренды я, конечно, жду, люблю, обожаю. И я про них не знал, но теперь буду знать. 46,4, как вы понимаете, не самые маленькие часы. 15,2 по высоте. По ремешочку у нас, я так понимаю, 24 будет. Да, 24. Ну и от ушка до ушка 52. Так что фотоаппарат фотоаппаратом. Ну, конечно, свои размеры учитывайте, потому что, ну, не самые маленькие часы. Мои запястья 18,5 и, ну, посадка окей. Да, я думаю, на 18 пойдут, меньше, ну, наверное, будет немножко слишком в китч. Оно и так-то как бы китч, да, но, по крайней мере, смотрится аккуратно, да, на моем запястье достаточно плоском. Ё-моё, мне прям захотелось в коллекцию такие часы. Даже, может быть, больше не носить их, потому что это под какие-то интересные события. Может, под съемки, кстати, под видеосъемки надевать такие в студию, когда идешь. И сразу понятно, что про часы человек рассказывает и заодно снимает. Но достаточно крупные. То есть, этот момент учитывайте. И я думаю, что они созданы для ремешка. Здесь в комплекте идет кожаный ремешок. Толстый, пухлый. Хороший, кстати, при этом мягкий. Такой немножко потертый, как будто бы, да, с эффектом винтажа. И это правильно. Вот к этим часам он подходит. Здесь браслет, мне кажется, ну, прям, ну, нет. Эти часы нет для браслета. Но при этом браслет в хозяйстве пригодится. То есть, его можно будет 24 все-таки использовать, где хотите. Браслет приятный, хороший, мягкий, да, здесь сатинированный. Система быстрой замены есть и на браслете, и на ремешке. Так что, ну, класс. Класс. Такой серый браслет, техно-стиль, круто. Но мне эти часы нравятся на ремне. Здесь 160 грамм. Не самая легкая модель, но, тем не менее, не такая уж и тяжелая, как могло бы показаться. Хорвин ремешок здесь, да, 24 на 22. Прямо показано. И застежка тоже тут кастомная. И такое крепление, да, у нас по ремешочку. Тоже интересно исполнено. Класс. Ну, я в восторге. Это супер. Конечно, эти часы, безусловно, для коллекционеров, да, для коллекционеров винтажной камеры, для фотографов. Но я бы сказал, что, наверное, не только для них, но и для тех, кто, в принципе, ценит вот что-то такое необычное, креативное, микробрендовое. И плюс, да, здесь, конечно, детали, внимание к деталям просто потрясающе, просто потрясающе. И все выглядит резко, и все выглядит резко, чертко, звенит, да, вот как хорошие объективы, как фотографии. Но никакого перебора нет, нигде ничего не царапается, и очень приятно. И как же мне нравится, хочется прям покрутить этот рам, да, ну, кажется, что это объектив, хочется уже крутануть, но нет. Слушайте, ну, это, конечно, просто бомбяу, давайте скорее макро смотреть. Так. Вот они у нас тут, линзы, часы, миота, все переплетено. И смотрите, как, ой, какая полировочка, и какой рант, а, рант просто божественный, просто невероятно. И еще мне нравится вот эта площадочка, да, такая сатинированная между корпусом и как раз рантом. Она идет и снизу, и сверху, и снизу тоже такая плашечка идет, очень красиво. И очень с характером, конечно, часы. Да. Да. Ну, ребята постарались. Вот это, конечно, крутяк. Ну, а я сразу буду по каждой модели какие-то выводы делать. Сразу скажу, да, мне кажется, специфическая модель, но очень классная. И, казалось бы, должны стоить какую-то там уйму денег, но нет. По крайней мере, на момент записи ролика около 67 тысяч на быстроченье стоит. Так что, я думаю, каждого абсолютно рубля эта модель прям стоит. Ну, а мы идем дальше. Наши давние знакомые от Spinnaker. Давайте открывать коробочку. Инструкция, гарантийная карта в комплекте. Коробочка, по-моему, еще больше стала, чем раньше. О-о-о! Морская тематика. Вот эти часы прямо сейчас раз и на набережную в Сочи. Ой, какая подушечка приятная. Тут вообще коробочка, конечно, ну, прям пушка. И есть в комплекте у нас еще каучуковый ремешочек, который вот к этим часам просто необходим. Чуть попозже посмотрим их и в этой версии. А сейчас я их распакую в варианте на браслете, конечно. Ай, красотулечка! Давайте сейчас подзаведем. А тут еще и безель двухцветный. Ой! Голубой и серо-голубой. И GMT-шечка модная нынче. А еще дата контрастная. Посмотрите, синего цвета сделали. Они смотрят. Они смотрят гитат-канал и все понятно. Они знают, как надо делать дату, если без даты не обойтись. Здесь сейканье 4.4, насколько я понимаю. Значит, 150 метров водозащиты. Так что можно неглубоко нырять. В них сапировое стекло. Стальной, собственно, корпус, стальной браслет. И второй часовой пояс в 24-часовом формате. Ну и у нас есть здесь люминофор на метках и стрелках. Ну что ж, прям морские часы от хорошо известного микробренда уже по всему миру. Даже не знаю, микробренд это или уже такой крупный бренд. Потому что спиннакер очень большой бренд. Слушайте, модный корпус. Такие немножко приглаженные углы здесь. Сатинирование плюс акценты с зеркальной полировкой. Кей по ранту. Кстати, рант очень здесь такой сглаженный, мягкий. То есть, под пиджак. Летом идешь, вечером по набережной пиджак. И это, конечно, немножко негативно сказывается на хвате. Потому что гладковат. Но вот когда посиднев, когда не хочется, чтобы что-то задирало, царапалось. Это как раз-таки лучший вариант. Вот если у вас именно такая цель по безеле. Тем более, что безеле немножечко даже кажется пошире, чем корпус. Так что это важный здесь момент. Очень симпатичные, конечно, здесь акценты. Голубой, белый. Ну, реально лето. И посмотрите, какое высокое купольное стекло. Ну, красота. Корпус такой прям очень аккуратный, изящный по центральной части. Супер. Браслет двойной. Рисовые зерна и классические такие. Здесь у нас по краям звенья идут прямоугольные. С сатинированием. По центральным рисовым звеньям зеркальная полировка. Ну, такой вариант на браслете, я бы сказал, максимально универсальный. Но хорошо, что в комплекте есть еще и каучук. Браслет окей. Я думаю, что летом хочется, наверное, эти часы все-таки больше каучуки носить. Здесь есть система быстрой замены. Ну, все как надо. Все как надо. Спиннакер флюс. Здесь еще и часть земного шара есть. GMT. Ну, прикольно. Мне нравится, что все больше и больше производители все-таки делают у нас систему быстрой смены. И браслета, и ремешка. Потому что вот хочется просто взять и поменять. Хочется взять и вот сейчас прям на каучук. Да, да, да. Слушайте, каучук здесь шикарный. Пухлый такой, толстенький. Система быстрой замены есть. Здесь очень много пространства будет. Так что пот, вода будет быстро уходить. Ой, они даже еще и шехлястики эти, да, сделали в цвет голубой. Блин, но вот эти часы красивые. Я не знаю, какое у вас мнение. Мне это очень нравится. Еще и посмотрите, метки накладные. Объемные, рельефные. Вот этот объем чувствуется. И стекло этому способствует, конечно же, и внутренней минутной разметки такая, да, на ранте. И, ну, конечно, объемные цифры здесь, ну, блин, метки. Класс. Шикарнейшая модель. Просто шикарнейшая. И мне кажется, для лета, для моря она именно на каучуке должна быть. Именно на белом. Это вот супер. 43, да, по, соответственно, по безелю и по корпусу, думаю, чуть поменьше. Ну, хотя вроде тоже 43. Высота у нас с учетом купольного стекла 13,3. По ремешку сколько? 22, наверное, будет. Да, 22. Ну, и от ушка до ушка. Чего у нас получается? 50,5. Ну, кстати, достаточно такие универсальные часы. Стоит, кстати, 48 тысяч примерно. Ну, опять же, да, проверяйте на сайте актуальные какие-то цены. Ой, классно. Ну, вот эта версия, да, версия на ремешке, она прям рулит, я бы сказал. Очень классно. Очень свежо. Прямо встал и пошел на улице плюс 30, и ты идешь, у тебя просто вот лето на запястье. Просто лето на запястье. Крутяк, крутяк. Ну, а что у нас по весу? Ну, да по весу здесь, я так понимаю, немного будет в этой версии. 108 грамм у нас на ремешочке. 177,5 грамм на браслете. И, кстати, хотел вам еще показать, сколько по браслету в запасе есть, да, от моего запястья 18,5. Ну, собственно, есть еще сантиметрика 3, плюс вот маленькая дырочка. Ну, то есть, 3 даже, может быть, с небольшим. Это неплохо, запас хороший. И плюс здесь, кстати, на браслете есть еще дайверские удлинения где-то на сантиметрика полтора. Тоже в хозяйстве пригодится. Да-да-да, объем чувствуется. И окошко даты. Какой диск даты здесь хорош. Прямо вот этот тон подобрали. Контраст есть. И здесь симпатично. Ну, и безель, да, тоже приятный, двухцветный. И по отделочке все хорошо. Молодцы, спиннекер, молодцы. Что по этой модели? Ну, яркая, летняя, сочная GMT-шечка с отличными характеристиками. Поэтому, если нравится именно такой стиль, да, и подбирайте вот такого плана, я думаю, что прям в самый раз. Если хотите более универсальный, ну, смотрите, что-то уже такое серое, черное, синее. Ну, в общем, более стандартное. Что же, дайверы у нас были и фотоаппарат у нас был. А теперь что? Восьмерочка, да? Давно не было на канале. Я смотрю, коробочка уже даже модернизировалась. Это Aviate. Бренд. Который в основном посвящен авиации. Так что у нас тут явно будут какие-нибудь сейчас пилоты. И давайте, давайте доставать, что у нас там запаковано. Ой, много всего, много всего. Сейчас распакую и продолжим. Опа. Что у нас здесь? Крупный кварцевый пилот. Как здесь хорошо чувствуется объем. Вот у них всегда хорошо чувствовался объем у Aviate. Ну, я последний раз, по-моему, снимал несколько лет назад. И сейчас, мне кажется, еще более проработанные стали циферблаты. Потому что вот даже ощущение такое, что здесь стекла нет. Что вот прям прибор, да? И он на разном уровне все находится. Ты где-то в кабине самолета, вертолета. И это ощущение прям здесь очень-очень явно есть. Aviate Hocker Hurricane. Ну, соответственно, он все посвящено каким-то культовым самолетам. В данном случае Hurricane. И здесь, я бы сказал, такой на стыке, немножко винтажа, немножко современного стиля. Пилотский стиль, в общем, здесь достаточно сдержанный. И с приятными оттенками. То есть, такой темно-темно-стальной серой и черной оттенки. И есть синие акценты, которые добавляют немножко игры, да, яркости этим часам. Ну что, здесь у нас сталь с покрытием, как сказал, минеральное стекло с внутренним антибликом, 50 метров водозащиты и кварц. И здесь очень интересный механизм стоит. То есть, центральная у нас секундная стрелка, минутная стрелка и часова. И поэтому с читаемостью здесь по времени нет никаких вопросов. Также апертура даты у отметки 6 часов. И здесь у нас два субциферблата у отметки 6 часов и у отметки 3 часа. Точнее, у отметки 3 часа и у отметки 9 часов. И они отвечают за что? За индикацию 24 часа. Это вот эта часть, да, справа. А здесь у нас еще вторая часовая зона, которая настраивается вот этими кнопочками. И вот эта зона, да, 24 часа, по сути дела, вторая часовая зона, она здесь идет в обратную сторону. Но если мы жмем вот на кнопку у отметки 2 часа и идет вперед на кнопку, если жмем у отметки 16, да, 4 часа. И я такую реализацию первый раз встречаю, такой механизм. И это реально прикольно. Ну, то есть, у вас можно здесь намутить достаточно много индикаций. Плюс это все способствует тому, что вы, опять же, думаете, что у вас некие такие индикаторы в самолете. Прикольно. Да, второй часовой пояс 24 часа. Это, конечно, полезно, если вам часто нужно менять часовые пояса, ну, или просто следить за временем, где бы то ни было. Плюс вот этими кнопками здесь быстро можно управляться. Ну, а индикация в отметке 3 часа, она обычно идет вот, когда мы вытаскиваем, да, и меняем время, она идет уже за основной часовой стрелкой и показывает время 24 часа, чтобы определять, что у нас тут сегодня по суткам. Ну, прикольно, индикация необычная. И в целом, даже если вам не нужны эти, да, субциферблаты, то по индикации времени здесь все, как у классического пилота, все супер. Кстати, цена меньше, чем 10 тысяч рублей. По размерчикам давайте посмотрим. 43,5, высота 13,4 и по ремешочку 22. Ну, и от ушка до ушка, сколько здесь? 50. Не самые маленькие часы, но у нас здесь много всего, плюс это пилот, так что вполне. Кстати, на моем запястье 18,5 очень даже удачно смотрится эта модель, как мне кажется. Задняя крышка здесь QR-код, ну, и там даже есть гравировочка, да. Системы быстрой замены ремешка, к сожалению, тут нет. Что касается веса, то на ремешке, да, эта модель не должна быть тяжелая. Ну, собственно, 83 грамма. Да, это немного. А объемчик-то чувствуется, да, как я вам говорил, ну, насыщенный, насыщенный циферблат, приятно здесь все исполнено, и, конечно, очень много здесь объема, и очень много работы по этому циферблату. Класс. Несмотря на то, что, ну, по цене, как я уже сказал, довольно-таки доступная модель. И что по итогам, да. Нравится авиация, нравится что-то такое кварцевое, и хочется, чтобы это было не совсем скучно, то вполне себе вот эта версия от Aviate имеет право оказаться в вашей коллекции, если вам, конечно, эта модель понравилась. Идем дальше. А теперь у нас уже тяжеловесы пошли. Ну, не только в плане того, что там внутри, но и снаружи. Посмотрите, какая упаковочка, да. Водонепроницаемый кейс, пластиковый такой, приятненький. Открываем. Ну, Бео! Хе-хе-хе! Вот это солидно! Так, давайте сразу по комплекту. Лимиточка номер 2 из 30. Здесь есть вот такая вот карточка. Турбион, товарищи! Турбион! Я вижу увеличительное стекло здесь есть. Так, давайте часы достаем. О, здесь под кожу, да. Прям вообще класс. Подушечка зачетная. Что еще здесь есть? Ага, здесь есть мануальчик. Мануальчик и гарантийная карточка. Ну, что ж. Хорошо! Давайте все в стороночку. Ну, здесь прям, смотрите, да, космос. Прям космос. Так что у нас космический будет сегодня турбион на обзоре. Сейчас давайте с ним ознакомиться более детально. Вау-вау-вау! Слушайте, ну, сегодня у нас, да, с вами подборочка. Напишите в комментариях, нравится, что разнообразные-то часы. Ну, Бео Мессенджер Турбион эта модель называется. И вдохновлена она, конечно же, как уже следует и из модели, и из упаковки небом, космосом, а также покорением космоса. Потому что, ну, Бео – это туманность, да, в переводе. Ну, что ж, у нас дизайн туманный или все-таки хорошо видны стрелки? Я думаю, что эти стрелки видны хороши. Да, они там у нас прям по центру, даже чуть выше. Кстати, смещены вверх и турбион с увеличительным стеклом у отметки 6 часов. И давайте эту красотулечку заводить. Ну, как сказал, лимитка, да. Цвет такая морская зеленая пена. Ну, наверное, космическая пена все-таки. Слушайте, ну, прикольно. Ну, они реально крупные, а не большие. Для тех, кто любит часы, чтобы сразу было видно, это прям та самая модель. Но при этом, знаете, я бы не сказал, что это китч. Потому что дизайн-то здесь весьма и весьма интересный. О, тут еще и безель движется. Дизайн весьма интересный. Давайте сейчас безель сделаем в нулевой отметочке. Да. Ну, что ж, здесь по характеристикам сталь с покрытием вот этого самого необычного зеленого цвета. Этот оттенок мне очень нравится. Он на солнце будет красиво смотреться. Такой достаточно сдержанный, но очень насыщенный, очень зеленый. Сапировое стекло. 100 метров водозащиты для турбьона. Это прям красота, да. И плюс заводная головка низовичницы. То есть, в поседневной носке будет приятненько. Но 100 метров можно даже плавать с ними. Хотя тяжеленькие. Ну, ручной подзавод здесь. И турбьон. Мы даже частично можем видеть этот механизм под задней крышкой. Номер 0230. Турбьон сапфирс сталь и 100 метров. Красота. И у нас еще здесь синее такое стекло, чтобы еще космоса немножко добавить. И знаете, что самое интересное? Цена-то меньше, чем 120 тысяч рублей в российском ритейле. Это прям вау. Ну, турбьон это вообще одно из самых красивых усложнений, конечно же, в часах. Но при этом оно вполне такое полезное, потому что для повышения точности. То есть, это механизм, который компенсирует притяжение земли. Раньше турбьоны были невероятно дорогие и только швейцарские. Но развитие часового дела в мире, и особенно в Китае, позволило сделать модели с этим усложнением гораздо доступнее. И сейчас у нас новый, я бы сказал, ренессанс часовой механики. Ну, давайте сначала, опять же, прозаичные вещи посмотрим размеры. А потом поговорим про дизайн. Значит, по безелю 49. Если возьмем корпус, вот по этой части уже будет практически 53. Так что учитывайте ваши возможности, ваши габариты. Высота здесь 19,6. Ну, точно космические часы, чтобы они долетели до Марса, потому что защита должна быть серьезная. 29 в этой части по ремешку. И в узкой части, давайте глянем, 22. Ну, если так можно выразиться от ушка до ушка. Потому что здесь, по сути, это дело встроенный такой ремешок, интегрированный в корпус. Так что стороннего ремешка не поставить. Если что, только у мастера заказывать, либо брать фирменный. И 57, ну, скажем так, от ушка до ушка. И давайте сразу хочется взвесить. Хочется взвесить достаточно тяжелые часы. 224 грамм. Ну, вы понимаете, это космос. Так, и мое запястье 18,5. Ну, вот что у нас здесь получается. Они садятся на мое запястье. Я думаю, что на меньшее запястье, наверное, не стоит пробовать. Потому что даже мне такой оверсайзик. Оверсайзик, да. Ну, при желании, понятное дело, можно носить с любым запястьем. В зависимости от того, что вы хотите получить по стилю и по вниманию окружающих. Но я думаю, что просто здесь, конечно, для более крупных рук такие часы, ну, как и всегда, собственно, с моделями, которые достаточно большие и достаточно привлекающие внимание по высоте. Но при этом ремешочек-то, он идет сразу вниз, поэтому запястье аккуратно облегает. Так что в плане носки, я думаю, что все будет в порядке с этими часами. Потому что мягкий, хороший каучук, он при этом толстый и хорошо сочетается с высоким корпусом. Ну, на большой запястье, я думаю, такое, знаете, на запястье мощных мужчин это будет прям красотулечка. Потому что в плане дизайна, ну, здесь интересно. Здесь интересно. Вот мне кажется, было бы здорово, если бы они сделали еще модель поменьше, где-нибудь на 42, на 40, да, более универсальная. И тогда бы это было прям вообще пушка. А так это вот именно такой сегмент для крупных запястьев. Но они красивые, они сделаны классно. Вот эта интеграция по ремешку мне нравится. Да, мне нравится цвет. Цвет реально классный. Понятно, что модель не для каждого, но по большому счету любые часы не для каждого. И посмотрите, как здесь вот реализация. Мне нравятся стрелки такие пухленькие, скелетонированные частично. Метки, которые немножко так вот идут к центру, да, вот этого стрелок. Причем стрелки все-таки здесь расстояние меньше, чем вот здесь. Очень интересно. Объем чувствуется, безусловно. И, ну, действительно, такой дизайн сделали вот необычный. И это классно. Потому что вот я соскучился по таким часам. Не потому, что я фанат такого дизайна, да. Но я соскучился в том плане, что у нас сейчас последние лет пять уже это просто вот винтаж, 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 винтаж. А хочется свежего чего-то, да, необычного. Пусть даже вот совсем для небольшого количества покупателей. Но хотелось бы таких часов. Вот я скучал. И здесь они есть. И плюс еще турбион. И здесь все симпатично. Мы сейчас, конечно же, посмотрим макро. Но мне интересно. Давайте уже и макро. Оу, здесь у нас все приятненько исполнено. Отполировано. И вот эта рамочка, которая вокруг турбиона, тоже здесь. Смотрите, как симпатично. И зеркальная полировочка, и сатенирование. А? А, хорошо. И объемный цифер. Ну и стрелочки прикольные. И заводная головка тоже такая двойная, да. Интересно. Ну и задняя крышка. Здесь частично можно этот турбион посмотреть. Волны, полировочка. Все здесь на месте. Что по итогам? Дизайнерская оверсайз модель. Турбион доступная. Ну, если вам нравятся такие часы и можете позволить себе носить их на запястье, да, соответствующего размера, то это просто пушка. Вот реально пушка. Лично я жду их в меньшем размере, и тогда это будет пушка-бомба. Ну и финальная на сегодня модель, это Earnshaw Tourbillon. И здесь вот у нас конвертик, видимо, не буду вскрывать. Думаю, инструкция, гарантия. В общем, все, что нужно. О, здесь лимиточка. Лимиточка. И посмотрите, что здесь написано. Тоннел, да? Тоннел, как это по-французски. Бочка. Бочка. Редкий. Форм-фактор. О-о-о. О-о-о. У нас тут тревел-кейс в комплекте, да? А что здесь? А что здесь? А здесь? Ну, здесь, видимо, ничего, да? Просто такая накладочка симпатичная. А здесь вот еще бумажечка. О, и красиво здесь. Ну, упаковка солидная. Упаковка солидная. Клево. Деревянная коробочка. Да, мы не поскупились. Так. Так. О-о-о. О-о-о. У нас тут стилистика Ришар Милле. Редкий, на самом деле, форм-фактор. Хотя мне очень нравится этот форм-фактор. Но производители немножко по него подзабыли. Потому что все увлеклись винтажем, да? Как мы с вами говорили, последние годы. И забыли про бочки. Забыли про подушки. Вообще про все забыли. Да, про прямоугольники тоже забыли. А здесь, смотрите. А? Скелетонирование-то какое. Симпатично. Симпатично. Здесь я прямо ощущаю такое смешение Ришар Милле и Ублоб. Потому что центральная часть, я так предполагаю, что здесь пластик. Когда по краям идут такие накладочки стальные. Блин, класс. Класс. Реализация интересная. На кожаном ремешке. Так. Значит, по характеристикам. Как видите, турбион. Два заводных барабана. Так что запас хода, я думаю, часов 70. А то и больше. Потому что нынче турбионы, которые в Поднебесной делают, они дают и по 5 суток запаса хода. Здесь 50 метров водозащита. Сапфировое стекло. Стальной корпус. Комбинированный, как уже разобрались, да? Циферблат скелетонированный. И он добавляет и спортивности, и элегантности, ну и техничности. Да, я бы сказал, что это все-таки технологичные такие часы. А вот ремешок, он немножко вот такой, как бы сдерживает этот спорт и добавляет, ну такой вот утонченности, что ли, или изысканности, если хотите. Кстати, стоят они меньше, чем 100 тысяч рублей, так что вот, пожалуйста, у нас турбион на гарантии. Что самое важное, потому что турбионы обслуживать это непросто. Поэтому турбионы считают, что нужно всегда стремиться все-таки брать в ритейли, чтобы, если что, потом их обслужить. Как говорится, в хозяйстве не повредит. Так, ну давайте, кстати, раз уж по характеристикам прошлись, то и немаловажно размеры, потому что немаленькая модель. Берем вот по защитными, да, вот этими накладками, как бы 45. Высота здесь 15, в толстой части у нас, где крепится ремень, 30,8, в узкой части 20, и от ушка до ушка, но здесь такой специфичный, да, ушек-то каковых нет, 52. То есть, они вроде бы как и большие, но на самом деле они достаточно универсальны. Понятно, что крупные часы, понятно, что такое, больше откуда, я бы сказал, даже в спорт, но тем не менее. Мое запястье 18,5, уже пятый раз говорю за этот ролик, и вот здесь посадка хороша. Я думаю, что на 18 они сядут, а так, конечно, нужно на чуть более крупные запястья. Но так солидно смотрится, да, вот эта стилистика Ришар Миль, конечно, она хороша, и она будоражит умы у многих производителей. Здесь вот версия такая, в такой стилистике от Earnshaw. И мне, знаете, что нравится? Мне нравятся объемы. Мне нравится, что вот сегодня мы про всех производителей говорили, и у всех есть вот это ощущение объемности, объемности, рельефности, да, скульптурности. Посмотрите, метки, потом разметочка идет, логотип, дальше механизм частично скелетонированный, и все это вот добавляет объема. Как будто бы вот мы погружаемся в этот работающий живой механизм. Это здорово. Нравится. В дизайн ребята прям могут, могет, могут, молодцы. О, и здесь есть тоже, что посмотреть под задней крышки, так что у нас скелетон такой прям хороший. И мне нравится, что производители стали вот по доступным часам, по доступным скелетонам, стали, конечно, уходить от этой вот глупости, когда они делали скелетон с полировкой, там, с разной отделкой, вот это все как в старом стиле. Потому что, ну, понятное дело, лучше делать в техно-стиле, как здесь, чтобы выглядело это все на высоком, на солидном уровне, потому что все украшательства, ну, это удел все-таки часов, которые стоят миллион, два, там, три и больше. Да, мы когда говорим про часы в районе 100 тысяч, здесь как раз вот такая техно-полировка, она хороша. Но мы, конечно, сейчас с вами поглядим макро и убедимся в этом. Так, о, смотрите, это у нас тут полировочка симпатичная и как грани отделаны. Ребятки, учитесь, кто так вот не делает, а просит много денег за часы, вот как надо делать, чтобы все было отполировано, симпатично выглядело, что если скелетонирование, то оно выглядит скелетонированием, а не каким-то там консервной банкой. Да, хорошо, ребята, хорошо. Вот оно здесь у нас, переплетение такое с концепциями от УБЛУО. Винтики. Ну, и здесь тоже есть на что посмотреть, а? Давай, хорошо, молодцы. Что же, бочечка оказалась приятной, конечно, она достаточно крупноватая, так что, опять же, учитывайте ваши размеры и возможности, но в плане дизайна и исполнения у меня вопросов к ним никаких нет. Приятные часы. Ну что, вот такие пять моделей, все необычные, все интересные по-своему. Напишите, какие из них вам понравились. Что еще, может быть, из новиночек этих микробрендов показать на канале. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.